доброе утро дорогие друзья в москве 6 ноября уже 9 30 уже наступило 6 ноября 2015 года пятница всех с пятницей ну что начинаем программу торговый план на виде портале трейдеров и трейд тв с вами игорь суздальцев и давайте посмотрим какие у нас вчера были новости с рынка новости были такие индекс ммвб нас порадовал укреплением на 0 15 процентов 1766 ну и вот все на этом радости заканчивается потому что индекс ртс снизился на 1 процент 877 пунктов сейчас доллар рубль сейчас 63 рубля 40 копеек за 1 доллар на 78 копеек укрепился доллар вчера евро рубль 69 ровно на 33 копейки укрепился евро сами по себе цифры по нынешним временам неплохие поэтому будем надеяться сегодня мы сборим этот тренд новости но основные новости конечно это вчерашний я имею ввиду это то что по сирии ни о чем не договорились ситуация усложняется взаимные увеличения числа военнослужащих оружие везут новое в сирию но общем то короткое замыкание похоже приближается потому что когда в какой-то стране много военнослужащих из разных стран и много у них оружия где-то друг друга они найдут вот в чем тревога главная во всей этой истории вторая новость заключается в том что начали мы отвечать на преследование нашего имущества за рубежом прямо или косвенно мы такие же меры начинаем принимать то есть поссоримся с америкой гораздо быстрее чем мы думаем вот в частности вчера мах запретил эксплуатацию некоторых моделей боинга 737 например это самый такой популярный распространенный самолет вот боинг 737 и конечно боинг возмутился конечно это создало такую обстановку очень такого жесткого противостояния россии сша поскольку понятно нападение на американский бизнес продажа боингов это огромный бизнес для сша конечно они воспринимают как нападение на америку и тут ну во первых это нанесет ущерба двум компаниям прежде всего победа вот этот лоукостер аэрофлота да и который из этих боингов сформирован и ютер по моему весь из этих боингов да и вообще боинги 737 есть в стране в разных компаниях поэтому остановка их эксплуатации это очень серьезно и очень серьезно повлияет на российско-американские отношения но и на финансовые рынки соответственно далее коллеги история евро конечно в центре внимания всех ну давайте посмотрим на на экране прежде чем дальше двигаться давайте посмотрим что нам несет сегодня история евро она я сейчас объясню почему это важно потому что сегодня новости экономически важны вот посмотрим как отреагирует евро но сейчас моменте 1 0874 вчера я закрылся 1 08 43 на 30 пипсов поднялась как бы котировка евро но я настаиваю что вчера надо было закрываться потому что могло быть резкое движение вниз и могли мы просто сильно пострадать допустить доводить до этого конечно было никак невозможно главное я все-таки настаиваю главное в трейдинге сохранение депозита в любой сложной ситуации действовать надо во имя сохранения депозита риски депозиты недопустимы также как главное в жизни сама жизнь также главное трейдинге сам депозит мы сохранили депозит мы продолжаем оставаться в бою продолжаем торговлю у нас сейчас на депозите например на фиба групп триста пятьдесят четыре доллара пятьдесят восемь центов вполне вполне мы можем продолжать торговлю и зарабатывать ну вот по евро мы видим да сейчас где-то в боковике но идет по фунту фунт снижается 151 93 и золото растет последние минуты по последние часы свои 11 09 ну евро боковик конечно условно это часовой график все-таки подряд он уже падает четыре часа но в рамках какого-то вот в рамках рыночных колебаний за последние часов 10 это точно так вот история евро сегодня особую роль давайте сразу перейдем к экономическому календарю будет играть в момент откроем это именно это время в момент озвучание числа занятых не сельскохозяйственном секторе за октябрь важный ну так и нонки или нон фарма их называют это важный экономический индикатор и сейчас он приобретает особое значение был в прошлом в прошлый раз на 142 тысяч увеличилась сейчас ожидает еще больше увеличения на 180 тысяч и для нас принципиально важно даже не сам показатель его нарисуют каким хотят американцы для нас принципиально важно продолжится ли история которая последние две недели происходит то есть на любой новости хоть плохой для америки хоть хороший доллар укреплялся новость только повод не более чем и вот мы в 1630 проверим что произойдет если вдруг будут плохие новости по америке укрепиться ли доллар или все-таки пойдут они по рынку уже отпустят и жесткие вожи которые демонстрируют последние две недели фрс конечно вот это снижение евро за последние две недели это шоу фрс показать кто в доме хозяин они прекрасно это показали ну вот теперь внимательно смотрим все вместе кто в доме хозяин поэтому как действовать 1630 решать каждому самому я например не буду наверное не покупать не продавать я в 1630 дождусь движения даже цифры посмотрим конечно аннуанировали не играет посмотрим на первую минуту на расколбас и со второй минуты буду принимать решение куда так сказать двинется в этот момент продолжат ли они как предыдущие две недели укрепление доллара на любой новости или нет или все-таки уже отпустят наверх посмотрим внимательно 1630 все собираемся это критически важно причем важно может быть даже на всю следующую неделю потому что тренд задается и он часто продолжается ну и другие новости конечно тоже есть такие менее может быть глобальные значимые но тем не менее могущие толкнуть рынок допустим в 1230 я бы обратил внимание на объем производства в обрабатывающей промышленности за сентябрь великобритании был 0.05 ждут 0.4 что еще ну выступление я думаю дон фарм конечно да по канаде естественно сегодня тоже изменение занятости тоже важный индикатор особенно для торгующих канадским доллар канадский доллар валютную пару советую быть бдительными ну число буровых кто смотрит этот индикатор 2100 тоже может повлиять ну вот и хорошо сегодня из председателей центробанков больше пока никого я не вижу привыкли что чуть ли не каждый день выступает драги или елен но вот сегодня это редкий день когда они не появятся перед нами ну то есть немножко будет поспокойнее ну вот цент нам пишет что лоукостер победа продолжает выполнять полеты на боинг 737 после отзыва сертификата март поскольку самолет самолета летает на основании сертификата бермудских островов лоукостера аэрофлота летает не на основании российских сертификатов а бермудских островов это что-то куда-то не туда у нас вообще все зашло я хочу сказать вот интересно интересно нефть коллеги но специально не буду озвучивать нефть я вижу в системе владимира кострова он у нас по пятницам часто нефть комментирует тут я хочу услышать от него ну а также андрея крутецкого элиот если есть возможность войти в эфир тоже нам рассказать что вы думаете ну вижу много у нас участников которые могут выступить и вот кстати говоря дмитрий семёнов вижу давайте дмитрий семёнов сегодня обязательно послушаем давно мы его не слышали вот ну вот этих коллег я хочу послушать но сначала давайте бросим монету опционер спрашивает игорь какой у вас был изначально депозит в долларах 500 баксов так что мы с вами 155 145 долларов доблестно про играли будем восстанавливать монеты две стороны buy sell это на компании фиба 500 а на фбс и 100 долларов и там 102 доллара мы там два процента плюсе итак бросаем монету я бросаю монету сегодня на евро доллар однозначно евро покупаем или продаем вы можете загадать свой финансовый инструментом а монета подскажет вам направление движения бросаем оп ловим смотрим цел сегодня монета видит по евро sell ну вот алекс считает что бай он вообще лангист алекс по евро а сэнт и эллиот алексей пишет что маг не подчиняется российским властям так как это над государственный орган ребята но у нас и банк россии не подчиняется российским властям является как бы независимой организации ну нам же не 15 лет что мы обсуждаем вот и суп независимый давайте уже смешные вещи не будем говорить и так далее и так сегодня экспирация пройдет говорит сэн не понял вы сейчас что имеете ввиду покупаем с понедельника сегодня экспирация пройдет двигаемся дальше коллеги давайте послушаем наших спикеров то что думает по сегодняшнему дню дмитрий семенов финансовая группа калита финанс доброе утро дмитрий приветствую игорь слышно меня отлично видно слышно замечательно вопрос сначала перед тем как начну говорить по подключению а можно как-то сделать так чтобы автоматами как раз заходил я был бы уже в докладчиках по разному что получается я понял вас нет так как к сожалению система не предусмотрена но вы можете как только зайдете поднять руку до кладони я вас увижу сразу все я понял я понял но давайте перейдем к рынку значит игорь как вы понимаете сейчас сегодня смотреть графики в принципе бесполезное занятие потому что у нас сегодня будет выходить мсупер соответственно перед этой новостью никаких движений как правило не бывает но тем не менее два графика интересных есть давайте глянем ну значит традиционно скорее всего движение на мсупер будет по евро доллару по золоту и по доллар йене обычно на этой новости наибольшее движение происходит именно по этим инструментам значит хочу начать рассказ графика nzd и usd который вы сейчас видите вчера был тех возврат к уровню пробитому ну и соответственно я отсюда продавал то есть вот у меня сейчас есть стопик нуле соответственно мне уже в принципе все равно куда она пойдет если будет движение вверх на нфп ну что ж ничего не заработать если будет падение я целюсь куда-то вот сюда в район вот этой поддержки это 0.65 примерно даже может чуть ниже профит вполне неплохой вот и доллар канадский доллар он будет интересен наверное вернее тут понятно по крайней мере что можно ожидать от данной пары у нас сейчас диапазон уже не первый день мы торгуемся в диапазоне и соответственно два варианта выход вверх это покупка выход вниз это продаж то есть простейшие такой варианты простейшие но обычно такая картинка часто приносит неплохую прибыль вот больше графиков игр никаких сегодня я вообще рассматривать не буду из форекс если мы говорим про срочный рынок российский то соответственно скорее всего фьючерс на доллар рубль до нфп сегодня можно будет поторговать но там скальпировали какое-нибудь вот ну в общем будьте осторожны нфп потому что те кто не первый уже месяц торгует знает что там может быть вот и с риски соблюдать да понял вас дмитрий спасибо большое удачи вам спасибо ну что друзья двигаемся дальше владимир костров город семенов нижегородская область хотим услышать ваш прогноз о нефти что думает какие мысли доброе утро доброе утро коллеги я к сожалению неделю выпал из чисто по работе были заморочки но по нефти могу сказать так после вчерашнего падения на открытие и в течение дня продолжение движения вниз я думаю что по любому сегодня должна быть коррекция с утра до обеда все таки вверх насколько пока не знаю сегодня сложный день пятница будут закрывать позиции и сегодня на фарме все равно не повлияет тоже на нефть поэтому открытия все таки до обеда вижу вверх после обеда не знаю все у меня пока все понял вас друзья с нами был владимир костров трейдер из города семенов нижегородской области он видит нефть с утра наверх и это хорошо и это хорошо давайте коллеги посмотрим что думает на этот счет александр булгаков мы его очень давно не слышали александр есть возможность зайти в эфир рассказать вашу точку зрения что вы думаете на этот счет александр булгаков санкт-петербург что думает по сегодняшнему дню нефть нонфармы евро нет пока александр не может зайти андрей крутецкий какие мысли по сегодняшнему дню вот александр булгаков пишет по поводу нефти ничего не скажу скорее всего боковик андрей крутецкий москва доброе утро здравствуйте друзья начнем рассматривать наш портфель давайте включаем экран так сегодня мы начнем с индекса доллара так рост индекса доллара не оставляет нам никаких сомнений по поводу направления торговли по евро евро у нас вышло ниже диапазона ниже уровня 1 0903 по фьючерсу так не переключается почему переключилась а вы на что переключили сейчас на евро нет а вот сейчас переключилась все пошло вот значит мы стартовали вниз от уровня 1 10 80 и держим позицию в лонг так как было импульсное пробитие 1 0 9 2 0 и закрепление ниже этого уровня мы как бы продолжаем сидеть в налога в лонгах и возможно будем накапливать даже позицию в шорт так переключаем на нефть так переключаем и джинсы превращаются превращаются джинсы в элегантные элегантные шорты так перезаходить или нет или прям не знаю что делать но андрей все равно не тянет почему не знаю суть проблема простая тяжелого перешла на нефть тяжелая программа тут надо ставить один гигабит скорость интернета это дорого так что и работаем как есть а слушаем вас так ну какая у нас картина то есть мы как бы нарисовали несколько зеркальную такую картинку внизу набросали объемы на 42 58 и пошли вверх до 48 и теперь после накопления вырвались вверх и обратно вошли в это накопление так и так или иначе мы находимся выше уровня 45 30 и внизу набросали объемы которые видны так сказать невооруженным взглядом то есть также как предыдущий наш оратор мы предполагаем пока работу в диапазоне 46 40 45 30 если продавить вниз тогда будем рассматривать подход к 44 вот если продавить вниз на возврате 45 с половины 45 30 мы будем заходить в ваш артем по бренду так по бренду значит у нас диапазон вверху 51 2 0 внизу 46 40 сейчас мы застряли на 48 2 0 переключилась нет не переключилась так застряли 48 2 0 опять же внизу объем скорее всего будем пробивать вниз но опять же пока не пробили переключилась хорошо пока не пробили 48 2 0 ну как бы в стороне поднимется вверх 49 и 20 и будем открывать шарты будем открывать шарты либо после пробития 48 вниз вот там уже будем тоже рассматривать цель будет первая 46 40 если пробьет то рассматриваем так сказать поход еще ниже так по рублю по рублю находимся в таком широковолатильном балансе верхняя граница в районе 66 нижняя 62 так что мы видим что есть уровень достаточно интересный это район где-то 64 300 плюс минус там 50 пунктов вот опять же мы пробили его вниз и протестили вчера мы пытались покупать где-то от 63 680 вот как видим что больших результатов это покупка пока не дала пока не дала будем смотреть как будет открываться рынок и потом уже предпринимать какие-то действия но если смотреть графический анализ то очень похоже что нарисовала такой вот голова плечи если вы видите то естественно если пробьем выше 64 300 на ретесте будем ловить цель 66 с нулями вот такой краткий наш обзор ясненько удачи друзья спасибо за внимание и всем профит спасибо я вижу коллеги это был андрей крутецкий трейдер из москвы я вижу в чате у нас диалоги как колундров пишет ракету отложили запуск евровую нет определенности алекс пишет как отложили уже топливо везут форекс роберт пишет нет она уже бурит вовсю но вы поняли что алекс ждет все таки наверх а форекс роберт ждет вниз вот и на вопрос колуна дров о ракете и каждый отвечает по-своему форекс роберт я все-таки не это не видел ракет которые бурят вниз ракета но имеется ввиду рост евро резкий ожидает алекс и как бы сейчас сейчас идет ракета наверх резко вот такой сленг у нас на портале на но он собственно общий трейдерский часто встречается поэтому естественно если вы слышите что по евро ждут ракет это значит ждут резкого укрепления евро это коллегия для новичков у нас вы знаете 25 процентов новых зрителей каждый день на портале поэтому если я повторяюсь и вы так сказать что-то уже знаете и слышали естественно надо понимать что у нас каждый день есть новые люди и мы конечно важно и интересно если новички кто в чате пожалуйста не стесняйтесь никогда задавать вопросы у нас каждый день новые люди мы каждый день отвечаем на часто на одни и те же вопросы но мы для этого есть чтобы помочь вам стать частью общей комьюнити общей так сказать единой семьи трейдеров и понимать все что здесь происходит есть один человек в чем мнение очень хочу услышать коллеги по евро и по нефти его зовут игорь кирдишов из пензы вчера с ним эту тему обсуждали но я хочу сегодня в эфире услышать что он думает по нефти по евро куда ждет игорь кирдишов пенза можете зайти в эфир рассказать нам куда вы ждете ифти евро за ночь не изменились ли ваши точки зрения ваши подходы доброе утро игорь на принципе озвучил вчера секундочку бежит еще интернет а я вчера свое мнение принципе уже озвучил поэтому особо что-то добавить нечего по нефти я думаю что какой-то будет там диапазон ничего там я такого я думаю что не будет сегодня до четырех часов поэтому боковик скорее всего будет ну и все равно у меня будет остались предположения что они как всегда всех обманут и покажут цифры которые не дадут укрепиться доллара я так думаю потому что новогодние ралли устраивать то устраивать до декабря месяца у меня есть вот такие предположения и вы думаете что сегодня евро потянут наверх после дон фарм да потому что но это выгодно для больших денег зачем сейчас вы думаете это будет просто локальное движение или прям разворачивают евро наверх уже трендом не а локальное конечно ничего там такого конечно будет там 1 20 понятно будет 1 18 но до каких-то уровня там 1 13 14 опять же можем увидеть легко вот как бы такие мнения ну я больше к этому склоняюсь конечно я заранее могу сказать потому что я там не сижу фрейси я этим не управляю но я как будет у меня мне не такое понял вас игорь спасибо большое вам удачи сегодня на рынке вам тоже спасибо вот игорь а уж как мы жалеем что вы не сидите фрейси вой сколько бы у нас было денег никому об этом ну что друзья рынке открывается монета показала по евро сел игорь киртежов ждет по евро на нон фармах рост локальный увидим боковик все-таки общее мнение сегодня боковик рынке открываются всем удачи сегодня